Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Одни мечтают о шопинге, как в кино Иные же уверяют, что в Париже Совершенно безумные цены Но самый любимый миф Это определенно Париж Самый романтичный город на свете Ну, во многом это связано просто с образом, который сложился о Франции, что там у нас цветы, там у нас любовь, там у нас красивые женщины, там у нас вино, все, я поехал в Париж. Ты можешь в Париже быть очень веселее, когда тебе все хорошо, Париж тебе так помогает. Когда тебе плохо, Париж, это просто огромный анонимный город, где все серые, где все люди заняты. Так что просто это рано от тебя завезти. Если хочешь, там быть романтичным, есть побольше способностей, чтобы хорошо получиться. В любом из утверждений доля правды есть, но согласитесь, вариант автостопа или автобусного тура через три страны, сомнительного отеля на окраине и жесткой экономии на ресторанах, романтичным покажется далеко не каждому. Опять же, всюду толпы народу, цены в центре кусаются, а в музей нужно отстоять пятичасовую очередь. Романтично, как сказать. А между тем, недорогой отель мог притаиться и в центре, только знать о нем не знали. Перелет в удачно подобранные даты не так уж ударит по карману, ну а рестораны – это вообще простор для фантазии и кошелька. Даже билет в Лувр или на Эфелеву башню можно купить еще будучи дома. Европа вообще полна сюрпризов, а новички часто наступают на одни и те же грабли. Однозначно, по крайней мере в первый раз лучше доверить планирование тура профессионалам. А потом, вам уже просто понравится, не думать о насущном, а наслаждаться той самой романтикой. Еще один расхожий не вгласит, что сервис в Париже просто ужасный. Ладно, хорошо работайте. И запомните, при возникновении любых жалоб во Франции клиент всегда неправ. За вкусной едой и приятной компанией совершенно необязательно отправляться в мишленовский ресторан. Думаете, если в заведении стоит очередь, то оно непременно хорошее? Попробуйте перейти дорогу и заглянуть к менее раскрученному конкуренту. Вот тут вам действительно будут рады. Ну, а после сытной трапезы в хорошем настроении можно отправиться на прогулку, чтобы развеять еще один парижский миф о жутких ценах. А, опять о мели на мели? Ну что, один финик и три орешка, как всегда? Ну, да, цены в Париже – это все, кроме мифа. Может, это не факт, что Париж романтичный, не факт, что французы – хорошие любовники, но это факт, что Париж очень дорогой. Размечтавшись о шопинге, как в кино, вы прямиком отправляетесь в центр, на бульвар Осман, воспетый поэтами и рекламой. Магазины роскошны, ассортимент огромен, но и цены под стать. А между тем, зная места, в Париже можно одеться практически за копейки. Тем более, что пару раз в год здесь случаются грандиозные сейлы. В Париже можно найти и кафе, и рестораны, и магазины на любой бюджет клиента. Во-первых, мы советуем своим клиентам посетить какие-то рестораны, которые испробовали наши уже туристы или мы сами. Сколько я должен? За это 10 евро. Хорошо. Один из лучших способов разведать отличную кафешку или ресторанчик – это понаблюдать за местными жителями, где они проводят свои вечера. Очень скоро вы заметите, что французы день за днем и даже год за годом ходят в одни и те же заведения. А если все столики, расставленные прямо на тротуарах, заняты, они могут часами стоять с бокалом прямо на дороге. Наблюдать за этим – удовольствие для гурманов. Присоединиться до войны. Говоря словами классика, жить не обязательно, путешествовать необходимо. Аромат горячих круассанов, погружение в историю былых королей, прогулки по мосту влюбленных и винное послевкусие – каждый найдет в Париже что-то свое. А сделать этот поиск легким и приятным поможет совет профессионала. Мой выбор – travel system. Эти люди толк в путешествиях знают. Редактор субтитров А.Семкин